здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова и сегодня вас ждет очередной разбор дмитрия певцова который дал интервью на канале эмпатия манучи но заинтересовало меня это интервью именно тем что дмитрий высказал здесь очень очень резкую позицию за спецоперацию мне было интересно понять вот эту позицию хотя бы понять аргументы да вот этой стороны потому что я занимаю противоположную точку зрения да я считаю что этой войне не должно было быть и но давайте послушаем эту сторону и возможно кого-то из вас дмитрий убедит до своей позиции либо может быть смогу убедить вас я в своей позиции но здесь получается что такой будет небольшой батл да ну вот дмитрий высказал свою позицию против таких как я и я постараюсь аргументированно ответить на все его аргументы и так давайте смотреть я был в госпиталях и я видел раненых бойцов без рук без ног молодые и я бы хотел вот чтобы эти нет войне они бы посмотрели потом этим ребятами в глаза и объяснили бы свои действия потому что они за них отдали свои жизни здоровье они нет войне вот тут уже другой счет но не будем даже обращать внимание на то что он своим указательным пальцем пытается привлечь к ответственности пытается руководить давайте все таки я объясню почему это ну так задело меня потому что в первую очередь я гражданка россии такая же как и дмитрий во вторую очередь я многодетная мать мои дети родились в россии моя родина украина я родилась на донбассе и сейчас там где я родилась идет война поэтому меня это очень сильно затронула там находится семья моей родной сестры и я с ней поддерживаю отношения и в общем то я как человек четко придерживающийся позиции нет войне считаю своим долгом ответить дмитрию на эти выпады и так мои аргументы я приведу 8 аргументов в пользу того что дмитрий не прав ну первое я против войны как гражданин россии а тем более против того чтобы отправляли моих сограждан на то чтобы убивали моих родных людей это понятно до человеческая позиция дальше я мать и ни за какие деньги я не отдам своих сыновей у меня два сына один сын отслужил в армии второму сейчас как раз надо было бы служить но я я не знаю каким образом так получилось да у него день рождения зимой я буквально накануне его дня рождения его вывезла сюда к себе в турцию для того чтобы он пошел служить весной а потому что ну в зиму мне не хотелось чтоб он там замерз еще что-то ну хотелось чтобы как-то более лайтово он отслужил и как вы понимаете это его сейчас спасло я ни за какие деньги не отдам своим своего сына на вообще на то чтобы он убивал моих родных вот это моя четкая позиция и кроме того я как мать отлично понимаю тех матерей которые отправили детей служить отдавать долг родине и сейчас не могут их найти сейчас не могут найти справедливости сейчас не могут что-то сказать потому что их пугают тем что не будет никаких выплат и так далее и тому подобное я смотрела вот у гордеевой там трех матерей она брала интервью я плакала ребят это это страшно поэтому я четко выражаю свою позицию я против войны как мать в первую очередь дальше я имею ряд доказательств что войны должны ну войне не было никаких предпосылок и вот то что предъявил дмитрий я пошагово вот в этом видео разберу и покажу докажу главное докажу что он неправ по крайней мере в тех словах которые он произносит а кроме того если у вас будут еще аргументы да вот будут же сторонники дмитрия и у кого-то наверняка будут аргументы что война должна была состояться напишите эти аргументы в комментариях и я по каждому аргументу сделаю свои вы я проведу мини расследование и докажу вам что вы не правы потому что войны этой не должно было быть потому что мы братья и нельзя этого это просто кощунственно но давайте все таки я расчувствовалась дальше следующий аргумент украина моя родина мы одна семья как можно идти и убивать свою семью по сути вот если бы мой сын по сути пошел служить то он убивал бы сейчас или воевал бы на территории моей родины сейчас как раз вот там где я родилась там идут военные действия вообще как вы представляете он у моей сестры пятеро детей вот у меня четверо у нее пятеро они украинцы так что их надо д национализировать или что по крайней мере они разговаривают на русском языке что что значит ну об этом я думаю что я отдельное видео сниму обязательно дальше следующий момент из моего кармана как налогоплательщикой как гражданина россии берут деньги и делают то что я не хочу делать не я не мои дети это что такое я считаю это насилие меня насилуют вот мою семью нас всех насилуют заставляют делать то что мы не хотим делать почему такое происходит и почему мы должны смотреть в глаза ребятам которые попали обманным путем на территорию украины потеряли там здоровье потеряли там жизнь и мы причем я всегда была против этого в первый же день как только началась это война да не буду бояться этого слова буду называть вещи своими именами так вот я всегда выражала свою антивоенную позицию и не надо здесь мне еще предъявлять что я в чем-то виновата вот я так как раз хочу остановить это изо всех сил почему я должна за это отвечать ну и кстати вот здесь как раз еще такой аргумент и подоспел кстати сегодня вот буквально закон который подписал наш выдающийся прекраснейший президент которому дмитрий здесь пел дефирамбы в этом интервью так вот я предлагаю дмитрию пойти служить но так как он уже парень в возрасте да конечно он мог бы сказать что я не могу меня не примут но вот как раз наш дорогой великолепный президент как раз сегодня издал указ или может быть на днях но до меня эта новость дошла именно сегодня что он оказывается сейчас значит смотрите сегодня подписал закон отменяющий верхний возрастной предел для желающих заключить первый контракт на прохождение военной службы и здесь сюда попадают вот благодаря увеличению нашего пенсионного возраста в нашей стране мужчины до 65 лет дмитрий 58 он попадает в эту замечательную категорию граждан поэтому я призываю дмитрий если он такой патриот пожалуйста отдайте долг родине у вас вы выглядите прекрасно вы наверняка занимаетесь фитнесом поэтому я думаю в украине вас примут с распростертыми объятиями кроме того можете прихватить своего 14-летнего сына в общем-то пусть привыкает быть патриотом если вы вот так полностью за россию до не ничего но что там в госпитале ездить в глазки смотреть нет вы лучше давайте делом доказывайте свою гражданскую позицию но здесь я в общем-то надеюсь что свою мысль донесла до идем дальше следующий фрагмент они же воевали вместе против фашизма на сегодня поддерживают это как как это можно объяснить по вашу 30 лет там работает очень серьезная идеология и уже много раз и писал заговорился об учебниках видите как он говорит он очень неуверенно говорит ну потому что он информацию не проверял естественно да но как бы до него определенная информация дошла да вот он перечисляет перри проговаривает по истории которые значит глобус украина понятно шутка была еще советском союзе глобус украина куда-то берется понятно салов шоколаде но то что там создана страна под названием анти россия она не украина никакая есть национальный день становится уничтожение своих собратьев то о чем вопросов никаких нет в конце он конечно оживился и действительно он верит в это ребят он реально в это верит да но что касается учебников то сейчас есть информация проверенная можете загуглить да сейчас учебники переписываются в угоду новой пропаганде это понятно на учебники ориентироваться сейчас не надо идеология но откуда он знает про идеологию украины он что там жил ну ладно этот вопрос мы а пусть упустим да что называется вот мне понравилось то что он шутку про глобус украины так вот перри переигрывает да вот то есть это на самом деле это шутка вот сами украинцы над этим смеются ну по крайней мере смеялись когда я там вот я еще в перестроечные в девяностые года вот в девяносто седьмом даже раньше девяносто шестом году я уезжала с украины у нас уже была эта шутка вот это ну реально это просто ну поржать ребят поржать не более того но в общем то здесь уже это идет вот в контексте пропаганды что вот украинцы зажрались что у них вот это вот национально националистическая идея это просто полный абсурд понимаете но ладно хорошо даже если у нас такие шутки в украине я уже перехожу на то что у нас да ну я по большому счету сейчас когда напали на мою страну где я родилась я считаю что я гражданка хоть и гражданка россии все равно сердце мое сейчас с украиной поэтому что хотите со мной делайте я все равно я я украинка да и и я помню эти шутки поэтому ну ладно простим дмитрию это упоминание наших шуток но давайте тогда спросим а ну хорошо это между народом там всегда анекдоты ходили до в отношении там руководителей да и вообще анекдоты или там шутки тоже нормально да но когда произносятся такие лозунги с высоких трибун например давайте обратимся к нашему недавно почившему жириновскому вот он просто по шуткам рекордсмен он такие шутки выдал на гора причем знаете вот из его уст шутки уже выглядят как политическая позиция государства давайте почитаем его высказывания в отношении всех да здесь он все слои общество затронул ну давайте вот здесь я потрачу время на то что перечитаю все их его опус опусы но это не все даже но некоторые которые я посчитала нужны пусть курит наш народ курить и пить каждый день всем это единственное спасение чтобы меньше было самоубийств кончат курить все будут вешаться замечательная позиция правда ночью наши ученые чуть-чуть изменят гравитационное поле земли и твоя страна сша будет под водой женщина должна сидеть дома плакать штопать и готовить девочки как вам такое высказывание причем это это не просто там на лавочке как эта бабушка сказала а вот какая наша женская доля до от отношений между мальчиками дети не рождаются но эта часть эротической культуры ну кстати вот в этом плане я слышала такие версии что жириновский был по мальчикам ну ладно бог с ним да кстати вот то что пропагандируют что якобы на западе там все лгбт но вот пожалуйста здесь если копнуть хорошенечко то я думаю что там можно что-то накопать и шутки соответствующие до прекратите употреблять эти названия братские народы ничего нет братского враг сидит на враге и врагом погоняет забудьте эти слова они наши враги номер один они с фашистской германии топтали наши земли все эти славяне что это такое как не разжигание межнациональной розни причем это не просто бабушка на лавочке сказала это не просто шутки типа глобус украины это человек который выступал на всех центральных телеканалах которого все слушали который избирался в президенты который вообще ну все его знали как которому все аплодировали теракты сейчас идут в европе и будут идти по всей и нам это выгодно пусть они там погибают да не сметь стрелять по багдаду лучше вместе жахнем по тбилиси все к террористам должно внушать ненависть нормальный человек черную бороду висячую отращивать не будет ну кстати кадыровцев он видел вообще я не пойму на странно как-то как ему эту шутку пропустили вообще а я мечтаю чтобы русские солдаты омыли свои ноги теплой водой индийского океана извините и навсегда перешли на летнюю форму одежды то есть намек на то что россия должна завоевывать да но ливия это только репетиция на очереди сирия турция саудовская аравия и наконец иран а в 2030 готовится удар по китаю ну вот хорошо вовремя ушел и не ответил за свой базар что называется вот четыре силы в мире запад юг восток и россия что это как не национализм вообще ребят вот это не национализм вот объясните мне пожалуй может я что-то не так понимаю не надо заставлять детей учить английский пускай лучше изучают автомат калашникова и тогда скоро весь мир заговорит по-русски замечательная шутка и глобус украины вообще по сравнению с этой шуткой все какой-то детский сад ребят я люблю детей они тупые ничего не соображают их можно обмануть все что угодно ну да он любит он любил детей ну судя по всему в разных вариациях да вот такой вот интересный персонаж жириновский очень известный политик был который был идеологом того что напали на украину хорошо не дожил до этого всего позора да националистическая риторика на лицо там же разложение нации русофобия провозглашение лгбт дебилизации уничтожи унижение женщину и так далее то есть вот все вот эти вот вещи которые вообще весь цивилизованный мир с этим борется да все это было вот прям с высоких трибун провозглашалась и мы все рукоплескали ребят вообще но давайте как-то адекватно на это смотреть да но то что говорил жириновский вот это национализм вот с этим надо бороться вот за это надо привлекать к ответственности а не за то что вот сейчас там привел шутку про глобус украины это просто атас да дальше ну конечно же естественно у дмитрия есть много претензий к украине и одна из них следующая давайте разберем если национальный день становится уничтожение своих собратьев то о чем вопросов никаких нет вот она собственно говоря философия гибберса идеология вот она в действии проблема в том что они не в курсе на самом деле против кого вы его леди это прадеды они думают совершенно по-другому сейчас эти это молодежь они уверены в другом что мы все воевали против русских и русские всегда нас хотели завоевать это ну это уже внедрено в сознание миллионов людей в украине молодых они в это свято верят если там собственно говоря официально разрешены секты сатанинский они официально разрешены о чем можно говорить что это могут помнить кроме себя смогу видите с каким презрением он это говорит да и с таким но удовольствием по большому счету да ну и что мы здесь видим но чистейшее разжигание ненависти к украинцам а я должна сказать ну вот допустим по поводу того что национальная идея откуда вообще такая осведомленность да ну предположим даже если там что-то почитал получил да но почему тогда он не имеет ввиду что те города которые сейчас в ходе военных действий разрушены это харьков киев мариуполь донецк но киев еще не до конца но все равно он подвергался и подвергается атакам да значит эти города ну на 90 процентов русскоязычные но они имеют право говорить на украинском вот кто определяет вообще имеют право они или нет это их территория ребята вот я представляю если сейчас в турции например все говорят на турецком мне начать что тут провозглашать лозунги чтобы все срочно говорили на русском мы же русские сюда приезжаем отдыхать да вы чё это на на русском не говорите но они кстати учат да молодцы но тем не менее это их территория я у них в гостях какое право я имею вообще внушать им какие-то свои установки это их право это первое второе по поводу сект это просто браво это просто знаете вот так такой вообще бред я не знаю вот кто вам это кто ему это внушил вообще по поводу сект там каких-то сатанистских я вбила в яндексе в яндексе что не в гугле даже список сект в украине там мне вышло намного больше чем этот список да вы можете сами найти эту страничку вот я буквально вот несколько вам пожалуйста ну вот прям вырезала фрагмент посмотрите ассамблея бога так благая весть благодать божьи послы новое поколение источник жизни победа свобода слова жизни в общем все что-то про про бога да вот просто люди молятся по разному да вот ну и все ну может быть там какая-то и секта я не знаю ну вот разрешены да ну давайте разберемся тогда а что же тогда в россии происходит мы такие прям святые да у нас у нас вообще ничего нету а вот пожалуйста ребят вот узнаете скинхедов узнаете да вот скинхеды не знаю разрешены они сейчас или нет но эти бандиты орудуют на улицах городов они нападают на людей они убивают людей и было много таких случаев да вот и по численности вот смотрите в россии их насчитывается около 50 тысяч в то время как по всему миру около 70 то есть в россии больше всего вот этих отморозков кроме того ну а вот это что путин в окружении вот этих замечательных людей это как их ночные волки я конечно не знаю насколько они страшные но вот встретиться с такими дяденьками не хочется в какой-нибудь узкой подворотни а кстати они в четырнадцатом году принимали активное участие в том чтобы крым стал нашим а вот эта компания как вам вообще вот потому какие вот рядом с нашим руководством даже какие люди его окружают знаете становится очень очень страшно по сравнению с тем что в украине разрешено просто молиться по-разному ну и пусть молятся вон в турции молятся вообще по-другому да и вера у них другая вы представляете вот наглецы по-турецки говорят вера другая но кстати жириновский там собирался до тридцатого года турцию покорить ну да посмотрим знаете вот высказывается высоких трибун и ему ничего за это не было понимаете умер человек своей смертью он даже в тюрьме за это не посидел понимаете это просто атас то время как на людей арестовывают оформляют там штрафы неподъемные за простые высказывания там в кругу знакомых да или там за то что раздают книгу 1984 до усматривают там антивоенные действия да а здесь можно в общем то жириновскому все было можно да но те времена вместе жириновским я думаю и ушли потому что масштаб такой наглой личности это еще поискать надо да поэтому здесь конечно же прокололся дмитрий по полной программе до наслушался слышишь звон да не знаешь где он что называется да кстати вот и и комментарии открыты если у вас есть другая какая-то точка зрения да если у вас есть доказательства его точки зрения пожалуйста в комментариях мне ссылочки давайте или там как найти эту информацию я обязательно буду перерабатывать и делать новые видео да может быть вы меня убедите я не знаю но то что вот по крайней мере сказал дмитрий меня ну как то вот во мне слишком много сомнений вызывает идем дальше следующий фрагмент человек взрослый человек который живет таким образом он в своем психологическом возрасте он ребенком остается дети живут так все мне все мне мама папа должны всегда и вот эти дети эти дети вдруг они видят подождите мне говорят что мы на кого-то напали там как это мы же мирная страна нет войне я за мир вот эти дети вдруг вылезли а потому что они вдруг проснулись что-то увидели вокруг себя им тут что-то сказал вот к сожалению что касается деятелей искусства мне кажется что причина вот этой все время такой претензии к власти кто вот такие мы здесь люди искусства она основная причина это инфантилизм эгоцентризм мы занимаемся собой все остальное нам интересно есть ты называешь политикой придет время политика займется тобой да звучит как угроза конец фразы да ну а знаете меня здесь инфантилом назвали так вот дмитрий для вашего сведения я как мать четверых детей вам заявляю что нифига я не инфантил я поднимала своих детей в одиночку у меня был рядом со мной тоже кстати дмитрий инфантил да да я знаю что это такое но я никак не инфантил я не получила от государства не материнского капитала не жилья я была предпринимателем и очень хорошо пострадала вот от всех этих налоговых всяких штук да я женщина которая сделала имя в мире таких мизогинов это мужчин не уважающих женщин я считаю что я ни капельки не инфантил и при этом я имею четкую антивоенную позицию поэтому здесь вы дмитрий просчитались очень сильно а давайте разберемся вот кто меня получается назвал инфантилом давайте посмотрим на дмитрия на его строчки биографии но начал он очень успешно сначала бросил женщину которая родила ему сына а сыном он не занимался и сын в 22 года погиб кстати в 22 года он уже должен был отслужить в армии но в армии он не служил потому что ну я не знаю наверное творческий человек но кстати у меня тоже сын творческий человек но он отслужил в армии ему тоже вот сейчас вчера буквально было на 23 года да так вот он отслужил в армии дмитрий вот я не знаю почему ваш сын не отслужил в армии ну ладно царствие небесное ребенку да но так к слову сказать он же сыном не занимался пока вот ольга дроздова новая жена дмитрия которой он ушел от той женщины кстати как женщину сейчас вам скажу лариса блажко вот его первая женщина которая с которой он так и не оформил отношения судя по всему вот он ушел к ольге дроздовой и ольга просто оказалась более порядочным по сравнению с ним человеком и она заставила его общаться со своим сыном вот если по она не заставила он бы так и забросил его понимаете ну то есть вот перед нами просто образец мужчины который вот прям может повести за который может говорить кому в кому в какие глаза смотреть да а вот ну что же что же тут не вяжется да но ольга кстати тоже там от мужа ушла то есть они когда снюхались они две семьи разрушили да вот получается тот оставил жену женщину с ребенком да а то ушла от мужа да ну в общем то хорошо сейчас живу да слава богу и сына даже родили и сыну даже 14 лет вот кстати я уже упоминала да и там кстати там я посмотрела какие высказывания на сын выдает так что я так думаю что мы еще услышим запасаемся попкорном там еще тот революционер растет ну в общем то все предсказуемо да но знаете вот судя по тому как он себя ведет до в отношении женщин как он дальше и мы еще дальше будем разбираться да вот эти его высказывания я думаю что дмитрий инфантил это вы а вовсе не те кто не поддерживает войну ну я не знаю степень поддержки войны это уже второе дело да но вот насчет инфантилизма у кого что болит тот о том и говорит явно до следующий фрагмент давайте смотреть человек взрослый человек который живет таким образом он в своем психологии ой простите я еще раз включила вот прям понравилось мне про инфантилизм до следующая не знаю с другой стороны опять же тот же наблюдайте за пальчиками я не буду их расшифровывать вы уже у меня умные все понимаете сейчас я все-таки по аргументам инфантилизм помешает понять людям значимым и уважаемым многими даже миллионами наших россиян что их мнение могут услышана и воспринято искренне то есть они могут стать рупором неправды и лжи как вы дмитрий стали и ненависти к своей стране они об этом не думают они думают о мэнстриме я был в госпиталях и я ведь мэнстрим преобладающие направления в какой-либо области научной культурной и других для определенного отрезка времени часто употребляется некоторыми для обозначения каких-либо популярных массовых тенденций в искусстве для контраста с альтернативной не массовым элитарным направлением арт-хаусом очень интересно вообще по этому поводу я после фрагмента объявил ранних бойцов причем был там где ребята совсем тяжелый без рук без ног молодые и я бы хотел вот чтобы эти нет войне они бы посмотрели потом этим ребятами в глаза и объяснили бы свои действия потому что они за них отдали своей жизни и здоровье они нет войне вот тут уже другой счет это уже табачок в рост и я не испытываю какую-то там злобы смотрите какая интересная комбинация которая призывает на самом деле осуждать смотрите первое отклоняется да и дает понять я осуждаю а потом я добрый я не не осуждаю да но вы осудите ненависти к этим я не знаю не предатели не предатели но я бы не хотел с ними иметь никакого дела не профессионального не человеческого это точно ну в общем я не осуждаю но вы сделаете правильный выбор пожалуйста смотрите какая грамотная комбинация при том что вот знаете такие вот поверхностные какие-то суждения да но вот умеет настроить так как надо вот эта манипуляция ребят вот кстати часто вот такая манипуляция разговорах присутствует вы сразу настораживаетесь когда человек как бы дает вам такую наживочку я осуждаю но нет я все-таки хороший я не осуждаю а потом ну вы осудите сами ладно я я типа останусь в стороне вот это вот классная схема которой пользуются махровые манипуляторы но все-таки по поводу мейнстрима должна тоже опровергнуть но то есть он сейчас обвинил меня по сути в том что я в угоду каким-то направлением до пытаюсь как-то там выиграть что-то добыть в струе что называется ребят таких отписок у меня в жизни не было как сейчас такого вообще у меня реально русская аудитория и говорит людям что они ошибаются это самое глупое я отлично понимаю что я пилю сук на котором сижу но вы знаете если это вот моя даже я не знаю я упаду разобьюсь если это поможет остановить войну я готова пойти на все что угодно это не про не потому что я иду вот так так как от меня кто-то ожидает это наоборот идти против всех это намного тяжелее ребята и таких сейчас очень мало как много меня пытались убедить в том что не высовывайся а я иду рискую собой для того для чего для того чтобы наработать что-то ребят посмотрите у меня вот сначала военных действий у меня канал не вырос у меня идут отписки приписки но он не вырос я не могу заставить себя работать потому что я настолько в подавленном состоянии за это время потому что я не знаю что мне делать у меня земля ушла из-под ног и вот это сейчас меня обвиняют в том что я в угоду какому-то направлению работаю нет дмитрий совсем нет это сколько хейта я выслушиваю свой адрес это сколько вообще отписок сколько всего я как блогер я просто работаю против себя украина но по сравнению с тем что сейчас происходит в украине это такая мелочь понимаете вот у меня реально душа болит и за россию и за украину потому что эти две страны да это одна страна как какие-то две страны это это все моя территория это все мои родные люди это все мои друзья даже те которые заблудились я все равно хочу их вытащить из этого понимаете я вижу что все идут в пропасти я пытаюсь остановить все хоть кого-нибудь хоть вот я хватаюсь за руки и хоть одного пытаюсь вытащить а здесь меня обвиняют в том что я на этом еще что-то зарабатываю это это просто наглость это просто кощунственно да кроме того я я все-таки рискую дань я нахожусь не в россии но тем не менее я знаю о тех случаях беспредела и мы знаем хорошо как там и скрипалей и этого но навального на территории россии но я знаю какие длинные руки у нашего правительства я знаю с какими дружками общается наш президент поэтому я очень сильно рискую но я говорю потому что я не могу не говорить потому что я гражданин россии я родилась в украине и я не могу сейчас на это все смотреть у меня на глазах убивают моих родных соотечественников и руками моих же родных соотечественников это просто страшно да поэтому вот не надо здесь не надо здесь таких лозунгов провозглашать в отношении тех людей которые всем сердцем против войны поэтому не смейте больше дмитрий таких вещей говорить людям следующий фрагмент почему вы лично поддержали действия президента касаемо спецоперации видите облизывает я глубоко убежден что слава богу что уже больше 20 лет у руля нашей стране находится профессиональный человек простите а санкт-петербургский государственный университет учит на президентов да ой слушайте меня надо было мне своего своих детей туда отправить учиться может президентами стали но обратите внимание я глубоко убежден в начале фразы который во первых во первых он профессиональный руководитель государства еще раз во первых он любит стоит кстати по поводу личности нашего глубоко уважаемого президента а я еще выпущен видео в меня есть что сказать ну и дело которым занимается и еще раз во первых он православный человек кстати картинка православия это не значит что перед нами глубоко православный человек он у нас на глазах сейчас нарушил много заповедей из десяти он там четыре или пять нарушил сейчас я вам все покажу да это большое счастье что у нас сейчас такой руководит под халимаш сказка путин будет путин скажет спасибо дмитрий молодец ни одной стороны мира сейчас мне кажется такого масштаба личности во главе страны такого таланта и такого любви искренней к делу нету поэтому то что делал президент я может быть не всегда понимаю не всегда догоняю подождите а он глубоко убежден в начале было потом я не всегда догоняю стоп дмитрий уже уже на одной фразе уже путаетесь но я абсолютно доверяю тому что он делает я глубоко убежден что я может быть не всегда понимаю не всегда догоняю но я абсолютно доверяю тому что он делает но прям вера в господа бога да ну кстати насчет веры в бога вот вам пожалуйста 10 заповедей которые дмитрий сейчас нам активно нарушает ну во первых сейчас он нарушил вот пожалуйста первую я я господь твой да не будут у тебя богов ины богов иных кроме меня то есть сейчас он путину просто спел такие дифирамбы что сказал что это мой кумир да а вот не сотвори себе кумира и еще третье не произноси имени господа твоего в суе а дальше он как раз этим и будет заниматься то есть того чтобы еще склонить своих слушателей на свою сторону он еще и бога сейчас приплетет да ну вот он уже начал приплетать а кроме того вот когда помните он говорил про то что укра украины там эти секты там еще что-то а информацию явно не проверил просто вот знаете сказал в кондачка да вот кроме того там сказал про этот глобус украины на самом деле он нарушил еще и девятую заповедь да он он лжет он сеет межнациональную рознь он вот сидит и внушает что украинцы плохие да вот вот всякие такие вещи которые он говорит про украинцев он просто говорит просто где-то услышал да и вот нам сейчас доносит это ну конечно это его позиция конечно он будет свою позицию отстаивать но вот не надо приплетать сюда веру не надо приплетать сюда что там якобы у нас глубоко верующий президент и поэтому он пошел на соседнюю территорию до доказывать что он глубоко верующий да это знаете и вот сравнение кстати с фашист с фашизмом это не в нашу пользу ребят но простая логическая цепочка фашисты пришли на нашу землю и сейчас россияне пошли на чужую землю и не надо тут вот называть фашистами тех кому они пришли фашисты это те кто пришел на чужую территорию и не надо тут придумывать всякие разные выводы следующий фрагмент патриотизм это все таки обозначение некой любви до любви к стране которую ты живешь а вот как раз как он любит страну ребят а вот этот жест вот этот жест будьте внимательны когда вам говорят о большой любви и при этом локоточком отталкивают имейте в виду что бессознательно он не любит то о чем он говорит да пожалуйста делайте выводы локтем он отталкивать киева история киев людям а любовь это делал такое вот православные знают что любовь это отдавать не брать отдавать любовь и он зла того сказал твое только то что ты отдал другим вот это есть форму любви любовь это работа и любить свою родину это значит работать на ее благу ну конечно же хорошие громкие слова при произносе дмитрий и собрал классные комментарии под этим интервью но вот только перевернулся наоборот и при этом говоря о христианстве нарушил шестую заповедь не убей и третье не произноси имени господа твоего в суе вот для того чтобы убедить своей точки зрения он произносит имя господа и так далее говорит о том что он христианин но по большому счету это манипуляции да и не любит он так народ как он об этом говорит так же как в общем и президенты я об этом еще сниму видео так что вот так вот вот идем дальше следующий фрагмент замечательно вообще вот прям знаете вот братья каждое слово которое он сказал это просто знаете вот такой трэш я такого еще не видела почему у нас чудовищная совершенно сейчас демографическая яма чудовищно она просто ужасно в шестьдесят первом году коэффициент рождаемости был в два раза выше чем в девятнадцатом то есть мы фактически вымираем потому что идеология живи для себя пришла и к нам если в девяностые люди не рожали потому что страшно было ни на что отчасти а православие только-только возвращалась известная аксиома господь дает детей господь дает и на детей до рассуждает он очень очень красиво и здесь я опять таки как мать четверых детей которая ни разу не сделала аборта я тоже рожала детей тоже по такому же принципу дает бог детей дает и на детей я я действительно с душой к этому принципу отнеслась и вот благодарю бога за то что у меня четверо детей да но вот сейчас смотря на разглагольствование этого человека вот я вас просто призываю не буду я сейчас много про него говорить ну вот как у него сложились обстоятельства с ларисой блажко это та женщина которая родила ему ребенка на самом деле он его не признавал вот только благодаря этой ларисе появился его сын да только вот благодаря тому что она оказалась смелой женщиной и она пошла что она легла грудью на амбразуру да и вот одна можно сказать родила ребенка он ее потом бросил да вот невзирая на то что он отрицал что он отец ну то есть он в свои в свои молодые годы еще как накуролесил да и сейчас он будет кого-то учить жизни да вообще но это вверх вверх цинизма ребята вверх просто вверх я вообще не знаю это как можно быть таким лицемерным ну посмотрите вот лариса блажку просто найдите в интернете и узнаете все обстоятельства того как он матросил бросил как она потом бедная с ребенком мыкалась но слава богу женщина оказалась стойкая за границей нашла свое счастье родила потом еще девочку но тем не менее вот то как он поступил со своим сыном да вот и и так бы и дальше поступал понимаете если бы не его новая пассия если бы не оказалось чуть более порядочный чем он но она там тоже накуролесила хорошо да так что вот вот кто кто но только не не он должен рассуждать о демографии а кроме того вот насчет демографии это для чего вообще вот сейчас получается мой сын вот чуть не попал вот эту вот в эту бойню вообще с кого мне спросить я мать вообще как такое возможно это вообще я не знаю ребят у меня просто меня колбасит к видные дела это отдельная история но то что у нас проблемы с рождаемостью плюс убийство детей в законе на аборты оплачивается омс как то есть мы платим мы на налогоплательщики платим за то чтобы женщины делали себе аборты а почему нет а почему нет мы должны на спецоперацию тратить да мы должны своих сыновей растить и отправлять на спецоперацию да вообще сейчас это это просто страшно вообще вот я налогоплательщик я многодетная мать я ни разу не делала аборта но я понимаю девчонок у разные ситуации бывают и если ей приходится идти на аборт то это да безусловно надо психологическую помощь оказать надо много надо с ней поработать но если она вот просто в такие бывают разные ситуации нельзя сравнивать вот получается что из наших налогов помогли женщине устроить свою жизнь да безусловно я не поддерживаю аборты нет ни в коем случае я вот в своей жизни я для себя поставила приоритеты я понимаю что я перед богом отвечаю но я считаю что другие женщины имеют право сами ответить перед богом за то что они даже если совершат эту ошибку да безусловно я я конечно же со своей стороны если меня спросят да я конечно же вот и меня часто спрашивают я всегда только за то чтобы оставлять ребенка я всегда убеждаю и сколько раз это было уже в моей жизни да но если вот стоит такой вопрос то я никогда не буду ставить в укор то что из налогов мы помогли женщине в отличие от того сколько денег сейчас идет на эту грёбанную спец операцию мы должны всем миром это осуждать ребята это не нормально это сейчас идет на убийство убийство наших граждан убийство украинских граждан почему это нельзя решить за столом переговоров если есть конфликты если есть какие-то недопонимания это все можно было решить и не доводить до такого состояния до того что мы сейчас беднеем вы видите как цены растут вы видите что сейчас доллар якобы 50 рублей а купите за 50 рублей почему тогда цены продукты подорожали настолько почему все все дорожает каждый день почему если доллар дешевеет если мы якобы вот или что или нефть там что что у нефти газовой страны вроде нефть своя до доллар дешевеет почему цены растут все интересно но вот на спецоперацию тратим то есть они это фактически понятно убийство детей это просто детоубийство понятно есть разные причины ну а спецоперации это не детоубийство я считаю что там дети погибают дети вот все кто там бою это не чьи-то дети они чьи-то может быть мужья собственно говоришь с президентом он говорил и введены там в виду различной помощи и финансовые психологически все что угодно но кстати трогает часы вопрос почти решен вот с точки зрения невербалики имейте ввиду начинается то все вот отсюда все для православного человека убить дитя в утробе матери это тягчайший грех это невозможно и очень часто там я знаю эти истории когда православным будущем мамашем говорю вас там мамашем вы видите как он говорит о женщинах о женщинах он нас мамашами считает проблемы вам не надо рожать ребенок будет больным давайте прервать беременность нет и они рожали абсолютно здоровых детей понимаете с молитвой там с божьей помощью вы против аборт да конечно почему поэтому сам нельзя убивать детей нельзя убивать вообще никого не вправе чу вот это да нельзя убивать вообще никого а в украину вы поехали тюльпаны сажать или что ловек одного лишь от другого жизни если это не война но как же вот заявление женщин а чё на войне можно да вообще чем украинцы провинились обоснуйте пожалуйста касаемо мое тело мое дело и право рожать вот этого последствия той самой идеологии нет это не так это них право точно а вот это да кто вы дмитрий будете решать вообще браво вот этот мизогин который сидит тут проецирует ненависть к женщинам и он будет решать про наше тело да вот мы вообще рабыни рабыни и зауры до которые должны выполнять то что вот вот это вот нам скажет что нам делать с нашим телом в общем ребят бомбит меня не по-детски и я считаю что не безосновательно убедить конечно же он меня не убедил попробуйте меня убедить в своих комментариях только пожалуйста без оскорбления уже их начиталась с самого начала этой так называемой спецоперации если кто-то считает что война должна была состояться давайте пишите вот прям по пунктам в комментариях свои аргументы я буду тогда делать видео по вашим аргументам но вот эти аргументы которые я здесь услышала меня не убедили для тех кто против войны ребят прошу поддержать это видео лайком чтобы его увидела больше людей может быть хоть кто-то увидит и хоть кто-то задумается понимаете вот я это делаю чисто для этого эмоции мои на меня реально бомбит но с эмоциями тоже люди должны хоть немножко прислушаться вот те кто сейчас считает что должна быть это грёбаная война а значит поделитесь с кем можете мы сейчас должны действительно раздувать вот эту бучу мы должны блин бучу я уже бучу опять это 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 страшно вообще уже слова вот у меня это программа начинается на букву z я ее начинаю открывать и у меня сразу ассоциации господи я у нас все в жизни перевернулось 24 февраля а значит что касается тех кто поддерживает позицию дмитрия пожалуйста аргументированно напишите свою позицию в комментариях будем работать конкретно да еще напишите какого-нибудь такого же деятеля с которым ну вот который как бы дает интервью там куча поддерживающих комментариев я думаю что вот так будет более эффективно объяснять свою позицию не просто эмоционально рассказывать про то что я не согласна с этой войной я я реально не согласна но вот аргументирована доказательно у меня есть еще много аргументов и по в общем будем работать я думаю что вот в этом направлении надо продолжать свою деятельность потому что но сейчас это требуется потому что сейчас очень многие люди поверили этой пропаганде но я вам все объясню я вам разложу по полочкам если вы сомневаетесь или вы хотите узнать истину вы хотите узнать правду я вместе с вами буду вникать в те версии которые вы мне напишите в комментариях для того чтобы может быть я где-то ошибаюсь я если я ошибаюсь я могу извиниться я могу вот по поводу наргиз я там извинилась кстати когда узнала что у нее проблемы она она молодец она умничка она против этой спецоперации для меня сейчас уровень порядочности человека это то за спецоперацию или против вот я если у меня сейчас мир разделился вот на такие категории уж извините да но для меня это очень важный показатель да поэтому на этом я буду завершать наш эфир я вас очень люблю главное чтобы быстрее закончилась война ребят пока пока